Здесь все будут говорить по-казахски, и преимущественно по-казахски на казахском и английском языках. Ты лезешь туда, куда тебя не просят. И да, я задаю очень неудобные вопросы там, где другой промолчит. Никто не хочет делать эти студии, никто не верит в то, что можно развить казахскую мультипликацию до уровня южнокорейской, а не вкладывается в это государство, не вкладывается в это бизнес. Количество студий ничтожно мало, перспектива нулевая. Чем ты занимаешься вообще? А как работает анимационная международная индустрия? На чем там делаются деньги? Ценностные ориентиры у подростков, у молодежи, это в первую очередь, конечно же, общение, дружба, любовь. Но если ты поверишь в себя, ты победишь. Добрый день, с вами Дергачев. А сегодня у нас в гостях Алмаз Касабаев, продюсер, директор кинокомпании Эквити, правильно я говорю, Алмаз? Да, продакшн-студия, ну, можем даже позиционироваться, как и кинокомпания. Да, вот. И организатор аниме-фестиваля с 2009 года. Как называется аниме-фестиваль? Фестиваль называется «Анимания». Я его назвал и потом узнал, что такие фестивали уже проводятся в мире. Поэтому сложно сказать, было ли это, там, скажем, было ли это нарушение авторских прав. Но мы первые здесь открылись и первые его провели до того, как аналогичные фестивали проводились в Казахстане. Мы, наверное, были первые на эту тему. Да, анимание в прошлом году прошло в форуме, было около 3000 человек. В этом году планируем также в форуме провести в августе, предположительно, 25 августа. Ну, потрясающая атмосфера вот у тебя на фестивалях. Очень много красивых людей в очень красивых костюмах. И явно эта культура будет только расти, да, то есть вообще аниме-культура и вот выход в оффлайн для детей, для юных людей. Это что такое? Почему им так нравится? Почему им так приятно вот одеваться и демонстрировать себя, общаться? Что в этом есть? Я думаю, что это своего рода творчество, это форма самовыражения. И несмотря на то, что все в гаджетах, в любом случае ценностные ориентиры у подростков, у молодежи, это в первую очередь, конечно же, общение, дружба, любовь, какое-то, так скажем, чувство единения с каким-то сообществом, чувство сопричастности к чему-то. Я как маркетолог сейчас наслуждаю. Мне кажется, что ребятам очень нравится быть внутри креативной среды, где они могут, где над ним никто не будет смеяться, где они могут себя показать так, как они это видят. И их за это даже, наоборот, поощряют. Призами мы проводим конкурс косплея, и у нас в прошлом году было более 100 участников. Изумительнейшие костюмы, прям хотелось наградить каждого. Я считаю, что с каждым годом это действительно будет развиваться все больше и больше. И уверен в том, что среди всех этих ребят огромное количество талантливейших потенциальных мультипликаторов и комикс-райтеров. И наша задача при организации такого рода ивентов — это выявлять такие таланты, привлекать и вовлекать их в создание такого контента. И помимо того, что они могут красиво нарядиться, мы их призываем создавать таких персонажей, создавать мультфильмы, комиксы. И я нанесу уже много лет, с начала 2000-х годов, мечту открыть здесь анимационную школу. Я назвал ее A2B Media School. A2B — это расшифровывается как Art to Business. Категорию, которую я тоже где-то в 2009-2009-2006 году еще провозгласил здесь как некую философию. Потом я, конечно, тоже закуглил и понял, что это тоже все лежит на поверхности. Мы гонекимся к планетам, к планете идей. Где-то недалеко от тут крутятся планеты украденных зажигалок и ручек. В общем, я понял, что на самом-то деле такая тема как Art to Business, она очень рабочая такая формула, и мы ее воплощаем на всех наших ивентах. То есть мы даем ребятам из мира арта, любых возрастов ребятам, и людям из области бизнеса, и сейчас государства. Очень много разговоров о креативной экономике сейчас. Мы рады, что государство услышало об этом. И мы, в общем, топим за то, чтобы создавать в Казахстане максимальное количество творческих таких мест, сред, где бы ребята могли тусоваться, и это стало неким стилем жизни. В процессе общения, развлечения, обмена какими-то там, даже там мерчем тем же, наклеечками, да, то есть для того, чтобы они могли проторить дорогу в то место, где завтра они могут обрести дело жизни. Дело жизни — создание комиксов и мультфильмов. Ты поехал потом в Японию, да, или сначала в Корею? Сначала в Корею. Я попал на СИКАФ. Это в Сеуле, Сеульский международный анимационный фестиваль и ярмарка контента. Познакомился там с руководителями и креативными директорами ведущих анимационных телеканалов. Nickelodeon, Cartoon Network, Jetix. Познакомился с руководством Ассоциации аниматоров Южной Кореи, посетил студии, множество семинаров проходят на таких маркетах. И понял, как работает анимационная международная индустрия, на чем там делаются деньги. Там охотно делятся опытом представители студий, телеканалов, лицензионных компаний и студий, которые производят непосредственно сам контент. Там проводятся конкурсы на лучшие новые проекты. И я был на награждениях таких, где ребята с нуля, с изображением и очень скромно сделанным трейлером побеждали гранты и, так скажем, права стать частью контента Nickelodeon. То есть руководитель президента Nickelodeon сам лично получал сертификат. Я подтверждаю все это, что этот проект берется на реализацию. Южнокорейский проект. При этом это все происходит в Южной Корее. Туда вовлечены и привлечены мейджоры. И при этом, скажем, там они часть вот этой самой мировой индустрии, мировой экономики анимации, можно сказать. Да. Когда я познакомился с представителями ассоциаций южнокорейских мультипликаторов, они рассказали мне историю вообще развития корейской анимации. Потому что я именно с этой точки зрения интересовался их опытом. И они сказали тогда, еще в 2009 или 2010 году, они сказали, у нас 10 лет назад вообще не было анимационных студий. Анимация вообще не была развита. Государственные чиновники в свое время, увидев опыт Японии, а Корея очень хорошо умеет копировать опыт Японии, и даже еще больше преуспела в том, чтобы реализовывать какие-то проекты, будучи, наверное, более мобильны в своих принятии решений, они рассказали мне о том, что, увидев опыт японской мультипликации, то, как они насытили свой рынок, и то, как они на международный рынок продают свой контент, государство решило выделять деньги на образование. И были открыты колледжи, даже женский колледж для девочек, анимационный колледж для девочек присутствует в Сеуле. И они открыли определенное количество колледжей, вузов, и стали вкладываться в вот этот фестиваль СИКАФ, он финансируется государством. То есть государство стало вкладываться в мультипликации. В виде мультипликации. Не было никакой мультипликации. Государство сказало, окей, мы будем это делать. И стало это делать. Да. Потому что, в отличие от производства автомобилей, в чем очень сильна Южная Корея, вооружений, в чем мы недавно узнали тоже очень сильна Южная Корея, производство мультипликации не требует серьезных материальных затрат. Это креатив. Я вижу, что на нашем постсоветском пространстве очень много креативных ребят. Это офисное пространство. Это компьютеры, присоединенные, подсоединенные к серверу. И, собственно говоря, все. То есть, по большому счету, не требуется каких-то жутких инноваций, каких-то очень больших вложений в станки, в какие-то ресурсы, которые необходимо привлекать. И они это поняли. И решили вложиться в анимацию. И в тот момент, когда мы с ними сидели и общались так же, вот пили годичку у однолетники, и они рассказали о том, что сейчас, в данный момент, у нас в Корее присутствует порядка 300 студий. И государство выделяет порядка 3 миллионов долларов на проведение СИКАФ, вот этого фестиваля, для того, чтобы представители индустрии съезжались и обменивались там опытом, чтобы корейские компании могли также вовлечься в эту индустрию, внедриться в нее и продавать свой контент на этом рынке. И я был на одной маленькой студии, где работает 15 человек, которые разрабатывал в тот момент, они стояли с небольшим стендом, про робота-няньку, который на одном колесе бегает за младенцем, который регулярно от него сбегает. Такая история известная достаточно, да, голливудская. Ну, этот сериал был на стадии девелопмента в 2009 году, и где-то в 2011 году я у нас в одном из магазинов техники увидел телевизор Samsung с наклейкой, с изображением вот этого робота. Понятно, у нас этот мультфильм не показывался, но я так понимаю, что этим ребятам удалось продать его в мире, уж точно в Южной Корее, и это стало брендом. То есть эта наклейка говорит о том, что, ну, с изображением этого робота, этого там младенца, о том, что они поняли, как работает мультипликация, что это строительство брендов. А я как человек с опытом в маркетинге и в рекламе многолетнем очень прекрасно просек эту фишку и понял, что мультипликация – это не только искусство, которое очень сильно влияет на мировоззрение ребенка и, естественно, там влияет на некие архетипы, да, которые там в обществе, да, где создаются такие продукты. Но это также на самом-то деле является очень серьезным коммерческим продуктом. Инструментом продаж. Да, инструмент продаж – это скорее телеканалы. Телеканалы Никола Удин, Cartoon Network, Jetix – это непрерывная рекламная пауза мультипликационных брендов. То есть дети смотрят на Спачбоба, который, кстати, был просто перебивочным мультиком на первых порах, в него поверили. На сегодняшний день Спачбоб является одним из брендов-миллиардеров. Там даже есть какой-то список Forbes, куда входят бренды, мультипликационные бренды, и он среди прочих является одним из самых успешных продуктов. А для чего я все это делаю? То есть мне очень интересно реализовать здесь, в Казахстане, каким-то образом оказать содействие, так скажем, в создании, в неком первотолчке, что ли, импульсе, да, вот в развитии этой индустрии. С 2009 года по сегодняшний день уже открылось определенное количество анимационных студий, но в каждой из них работает очень небольшое количество людей. В то время как в Японии, там может в одной суде работать человек 100 для создания большого проекта, но у нас на данный момент человек 15-20 работают над одним проектом, который замахивается на уровень, по хронометражу, по крайней мере, да, на уровень мейджоров. И поэтому у нас, к великому сожалению, к тому же еще у нас очень слабое образование анимационное, я ничего не говорю сейчас про уровень образования тех вузов, которые преподают, я имею в виду то, что то количество мультипликаторов, которые выпускаются на данный момент, невероятно мало для того, чтобы говорить о какой-то индустрии. Ну и мы знаем, что Казахстан рынок очень маленький, да, здесь 19 миллионов населения, и продавать, делать продукты, которые могут окупить многомиллионные долларов затраты на создание какого-то контента, они не окупятся в наших кинотеатрах, где бюджет, который может окупиться, любого какого-то полнометражного фильма, не должен превышать, как мы знаем, там 100 тысяч, максимум 200 тысяч долларов, ну там какое-то количество денег на промоушен. А для создания полнометражных анимационных картин требуется миллионный долларов для качественного контента. Для того, чтобы зарабатывать деньги, эти миллионы долларов отбить, а еще и заработать, необходимо выходить на международные рынки, участвовать на таких фестивалях, как СИКАФ. После побывал на Tokyo Anime Fair, аналогичный абсолютно фестиваль с таким же набором активностей, там есть Business Days, я побывал на Business Days, познакомился с продюсерами или представителями руководства лицензии, или компанией лицензиатов, компанией, которая интересуется приобретением прав на мерчендайзинг, и понял, что здесь необходимо развивать как школу, так и непосредственно саму индустрию, то есть создавать студии, которые могут производить контент, ориентированный на международную аудиторию. Зачем? Для того, чтобы перестать быть аутсайдерами этого международного анимационного рынка. При наличии невероятно большого количества креативных ребят, которые способны зарабатывать гораздо большие деньги, работая в таких студиях. Никто не хочет делать эти студии, никто не верит в то, что можно развить казахскую мультипликацию до уровня южнокорейской, а не вкладывается в это государство, не вкладывается в это бизнес. Количество студий ничтожно мало, перспектива нулевая. Чем ты занимаешься вообще? Я несусь на древянной лошадке, на ветряной мельнице с шваброй в руке, с ведром на голове. Но я безнадежный оптимист, и я верю в то, что все-таки завтра те люди, которые... Ну, я так, скажем, ориентируюсь в своем ключевом сообщении «Давайте делать мультики на международный рынок». Я знаю, как это работает. Обращаюсь в первую очередь к тем менеджерам, топ-менеджерам компаний или владельцам бизнеса, которые уже хорошо из ряда заработав на своем, там, предположим, строительном или фармацевтическом рынке, начинают скучать и думают, во что бы еще вложиться такой для души, предположим. Нет, нет, подожди. Вложиться для души или потерять деньги? То есть ты можешь увлечь людей с деньгами для того, чтобы они заработали еще денег, когда ты говоришь, что нет индустрии? То есть где здесь выход из тупика? В первую очередь необходимо вложиться в обучение, то есть создать среду, арт-то-бизнес-среду, в которой бы молодежь с удовольствием могла тусоваться и учиться. А учиться надо на конкретных проектах по принципу учебно-производственного комбината. Когда человек сидит на лекции и делает записи, он запоминает 30% того материала, который он может получить. Когда человек делает вместе с преподавателем что-то, он осваивает этот предмет гораздо лучше. И я уверен в том, что создав такую среду, которую мы сейчас на данный момент планируем открыть в форуме, мы там арендовали 350 квадратных метров, и в данный момент я занимаюсь фандрейзингом для реновации этого пространства, обеспечения его техникой и так далее. Я верю в то, что через 3, максимум 5 лет, мы выпустим достаточное количество выпускников. Сколько? Я думаю, что за 3 года мы выпустим порядка 500 человек, из которых 100 останутся в профище. Очень, и очень с большой уверенностью могу сказать, захотят работать в этой отрасли. Тем более мы сейчас внимательно изучаем искусственный интеллект. И мы хотим сращивать те знания и мировой опыт с новыми трендами, с оптимизацией процессов по созданию мультфильмов. И нам, возможно, не потребуется, как в Японии, 150 человек для создания одного полнометража фильма, а мы сможем теми же 50 специалистами делать очень серьезные проекты. И за последние буквально месяцы происходит революция в области создания цифрового контента. Мы внимательно это дело изучаем. И я верю в то, что вложившись в создание такой среды, такой школы анимационной, мы называем это A2B Media School, как я говорил, то есть мы не просто ограничимся одной анимацией, мы будем создавать цифровой контент в разных его жанрах и стилях. Не только аниме, а это может быть и кукольная возможность, стоп-мошен анимация достаточно популярная. Мы знаем Тима Бёртоновские проекты, классные продукты, сделанные Тимой Бёртоном. Так вот, мы изучаем международные, мы знаем тренды в мультипликации, какие мультфильмы на сегодняшний день нам смотрят. И мы, соответственно, будем изначально подходить к созданию новых продуктов мультипликационных, не ориентированных на то, чтобы его смотрели только по телеканалу, например, Балапан, при всем уважении. Ну, как бы не только в Казахстане. Мы хотим делать такие продукты, которые будут интересны международной аудитории, где, опять как маркетолог и рекламист с достаточно большим багажом знаний, я могу точно сказать, что когда мы ориентируемся на те ценности, которыми живёт сегодняшний зритель, и создаём продукт, который базируется на этих ценностях, и к тому же, если этот продукт качественный, если этот продукт ещё некий piece of art, и он коммерческий и маркетингово выверен, на него пойдут во всём мире. Так же, как наши ребята, наши школьники, подростки, студенты, за поем смотрят сериалы, анимешные сериалы. Те люди, которые смотрят, ну, для них, ой, это типа Сейлор Мун, наверное, вот что-то вроде этого, или там некоторый хентай, что ли, какой-то там, да? Многие люди, у которых есть свои архетипы на эту тему, они и закрыты к аниме-индустрии, и не посмотрели ни одного там сериала, или хотя бы полнометражного фильма анимационного, они не понимают то, что, по большому счёту, в каждом из этих сериалов, в каждом из этих мультфильмов заложены самые основные ценности, которыми живёт любой подросток, или там молодой человек. Если мультфильм ориентирован на детей, на подростков, та же самая история, дружба, признание, уважение, самореализация, и некая борьба, некая там даже, ну там какой-то финальный там бой, да? Некий финальный бой, который трансформирует главного героя и делает его лучше. И с точки зрения драматургии все эти продукты, все эти проекты несут в себе определённую философию. Верь в себя, будь верен своему слову, да, ты можешь быть слабым, но если ты поверишь в себя, ты победишь. Откройте любой мультфильм анимационный, американский, даже как бы не ругали там Голливуд, откройте любой американский мультфильм. Всё об одном и том же. Там говорится о семейных ценностях, там говорится о дружбе, о вере в себя. И, соответственно, обращаясь к тем бизнесменам, которые не верят в... А я видел таких, и мне прям текстом, говорю, чувак, сори, ну команд, что тут можно сделать такого? Мы видели. Мы видели, и мы случайно находим какие-то листа, каналы, продукты, которые мы перелистываем тут же. А я им отвечаю, потому что эти телеканалы говорят, ребята, у нас есть максимум полгода, и вот такая-то небольшая сумма, для того, чтобы вы нам сделали 200 серий, неважно чего, ну вот мы можем вот купить... Лучше, чтобы вы уже сами за свои деньги сняли, и нам вот это показали, и что вы сняли. На сегодняшний день, к сожалению, понимания того, как это работает, нет. И если... Я понимаю прекрасное мнение, ну как бы ощущение от тех бизнесменов, которые, ну, для них рискованно, возможно, вкладываться в такой цифровой контент. Да, риски есть. И когда мы будем создавать анимационные фильмы, мы будем создавать их по принципу тенд-пол, как в Голливуде. То есть тенд-пол это палка, которая поддерживает палатку. То есть какая-то из шести палок, поддерживающих палатку, должна выстоять. То есть необходимо вкладываться сразу не в один проект, а сразу в несколько проектов. И параллельно их делать. Понятно, что капитализация увеличивается, и поэтому я призываю крупных игроков вкладываться в это дело, и государство в том числе, именно с точки зрения того, что какой-то из этих продуктов должен выстрелить. Давай представим ситуацию, что государство, например, потратит на обучение анимации, вот и с вашей помощью, и с другими, значит, и выучит, например, в Казахстане тысячу человек, которые будут заниматься анимацией. и вложит деньги, потому что, ну вот, все-таки опыт и Южной Кореи, и Японии говорит, что вложение серьезных игроков, серьезный игрок — это все-таки государство, прежде всего, и вложит деньги в производство. А здесь вопрос же такой. Ну вот, появилось такое количество аниматоров, анимационщиков, то есть мультипликаторов, появилось такое количество продуктов. А вообще говоря, а нужно ли рынку из Казахстана такое количество мультипликации? То есть нужно ли мировому рынку, интересно ли мировому рынку такое количество продуктов из Казахстана? Тем более, что, ну, есть несколько примеров, есть несколько удачных фильмов, мультипликационных фильмов из Казахстана, которые собрали аудиторию, но это скорее все-таки единичная удача. Скажу так, что когда будут созданы рабочие места для тысячи человек, в чем я пока, честно признаться, сомневаюсь, ну, даже ты сомневаешься, ну, даже когда будут созданы рабочие места для, предположим, 10 студий, в которых будет работать по 100 человек, и они будут разбросаны по всей стране, ну, или даже будет, пусть это будет там 20-30 студий, да, с меньшим количеством людей. Я больше чем уверен, что эти студии могут выполнять работы как для внутреннего рынка, государство выделяет серьезные достаточно бюджеты на мультипликационные проекты, а ГЦНПК, Государственный центр поддержки кино, выделяет через Министерство культуры, да, выделяет в миллиардах тенге на кинопродукцию, да, средства на производство кинопродукции, из которых порядка миллиарда тенге может уйти на мультипликацию ежегодно. Есть такая вот такая подразделение, как Казах Анимэйшн, созданное при Казахфильме. Это, ну, мне сложно сказать, насколько рабочая структура, проведена реновация, там есть какие-то компьютеры, и при этом там уверены в том, что в руководстве Казахфильма отсутствует понимание того, что с этим всем делать, кроме того, что осваивать очередные бюджеты, то есть они принимают 500 тысяч, 500 тысяч тенге, 500 миллионов тенге, полярда, по-моему, где-то так они распределили, на различные анимационные студии, объявляя конкурсы. Эти анимационные студии разбредаются и своими силами делают какие-то продукты, присылают их, и те их оценивают, и говорят, да, окей, хорошо, вот тебе там вторая половина этой суммы. Что это в итоге? Куда это идет? Абсолютно не проработано с точки зрения, так скажем, закона о кино. На данный момент это очень серьезная проблема, а дистрибуция на сегодняшний день отдано тем организациям, которые не хотят заниматься дистрибуцией по большому счету. То есть государство не умеет правильно дистрибутировать кинопродукцию и при этом обладает стопроцентными имущественными правами при выдаче этих средств на реализацию проектов. Я считаю, что такого быть не должно, и государство, если и выделяет средства, то оно должно выделять средства для того, чтобы эти студии развивались, и развивались кинотеатры, и по, например, французской системе государство могло выделять деньги кинотеатрам, чтобы они определили квоту на локальный продукт, и чтобы они показывали, вне зависимости от того, какой принесет кассу этот мультфильм, они этот мультфильм показывали определенное количество дней в обязательном порядке. Что касается именно вопроса о том, куда мы денем тысячи человек и будут ли они востребованы, в случае, если каждая из этих студий будет обучена правильному продюсированию, международному продюсированию, а правильному дистригутированию своих продуктов на международных рынках, уверен, что они могут частично зарабатывать как на локальном рынке из вот этих миллиардов тенге, просто получать часть каких-то заказов, и выполнять эти продукты, даже просто отдавая их государству обратно, обеспечивая себя определенным объемом работ. Что в любом случае, конечно, нежелательно, желательно, чтобы они, получая эти деньги, оставляли за собой право, и, возможно, какие-то смежные права оставались государству, какой-то процент, возможно, отчислялся назад государству за помощь в реализации этого проекта. При знании маркетинговых инструментов международного рынка, уверен, казахстанские компании могут быть успешными, зарабатывающими как здесь, так и за рубежом. То есть, выполняя заказы по международному производству, скажем. Это еще одно направление. Когда я был в Японии, я посетил японские студии анимационные, достаточно крутые, там тоже Мэтт Хаус, который известен, там, Тетрадью смерти, там, да, там... Я познакомился там с режиссером, в ту пору он работал на Тетрадью смерти, сейчас он режиссер Атаки титанов, Араки Тетсуро. Познакомился с Макото Синкаем, известнейшим режиссером, который, ну, во всем мире, он, его там, 5 сантиметров в секунду, это, ну, там, один из шедевров, да, там, и 60-минутный мультфильм, да, его знают все. Один из самых перспективных мультипликаторов Японии. Так вот, часть этих ребят говорила, ребята, если вы откроете у себя студии, которые могут выполнять для нас на аутсорсе часть проекта, это называется фазовка, или на их языке in between animation, это надо 24 или меньше кадров в секунду, да, по ключевым сценам разрисовывать. Они это отдают Малайзию, они это отдают там Корею в ту же, а это миллионы долларов. То есть компания, которая может наладить взаимоотношения с японскими, или южнокорейскими, или американскими даже студиями, на сегодняшний день может иметь все шансы на сегодняшний день получать часть заказов и стать частью международного пайплайна, а при нынешней интернетизации страны это легко. И японцы говорили нам, когда я у них был, если вы откроете у себя студию, в которой будет работать там 50-100 человек, которые будут способны делать тот уровень анимации, который нам нужен, мы вам можем будем отдавать эти проекты. Смотри, началась война в прошлом году, и буквально через несколько месяцев, через 2 или 3 месяца, ты сделал краткометражный фильм антивоенный, вот, и этот фильм какой-то имел историю, и какое-то имел продвижение, вот, через настоящее время. Да, и BBC, да. Почему? Почему так? Потому что многие же вот в тот период растерялись, не знали, как реагировать, и у многих, я хорошо помню, был шок просто, и люди, в принципе, не представляли себе, как реагировать на войну, что делать, и так далее. То есть, ты достаточно быстро сконцентрировался и сделал антивоенный фильм. Какой у тебя был внутренний мотив и посыл? Да, фильм называется «Папа приехал». Это история про чудом выжившего ветерана, да, так скажем, русско-украинской войны, который, вернувшись в свой дом, обнаружил его опустевшим, заброшенным, и... Вернулся. Он воюет с чьей стороны? Со стороны России, да. Это русский солдат, артиллерист, который разговаривает в этом фильме с портретом своей жены и дочки, который он носит с собой и пытается соединить несоединимое, обнаружив оборванный портрет семейного фото в рамке рядом с обручальным кольцом своей своей жены. Меня вообще мысль снять такой фильм, конечно же, натолкнула, наверное, все-таки мое, хоть и не такое короткое, но журналистское прошлое. Я помню, как... какую позицию нам вырабатывали еще на кружке юных корреспондентов, если не я, то кто? И часто меня... вообще, эта установка мешает мне жить на самом-то деле. То есть мне некомфортно постоянно... Ты лезешь туда, куда тебя не просят. И да, и задаю очень неудобные вопросы там, где другой промолчит. И вот это меня, конечно, с точки зрения делания бизнеса и с точки зрения карьерного роста в корпорациях это помеха, а не помощь. То есть там, где другой может дипломатично промолчать, какой-то внутренний мой да, там агент доброй воли заставляет двигаться там языковую челюсть. И, соответственно, у меня возникла мысль, что мне обязательно нужно что-то сказать. И в тот момент я решил пойти на режиссерские курсы и так скажем, поднять свои скиллы. Я и так уже снимал. Мне было интересно послушать семинары разных метров на тему киноязыка, на тему темпа-ритма. Мне хотелось из самоучки каким-то образом свои скиллы поднять. И вот нам дали задание сделать один этюд. И вместе с моими сокурсниками, с одним из моих сокурсников я этот этюд сделал. и в итоге я подумал, что из этого может родиться фильм. И снял его. Сокурсник Шамиль Ибрагимов в том принципе и снялся в этом фильме. Спасибо ему. А Умирзак Шукеев выступил художником-постановщиком, дал очень дельные советы и атмосфера стала гораздо круче в этом фильме. Соответственно, когда мы этот фильм уже сняли и уже он был готов, я решил показать его своим товарищам и отправил ссылку Андрею Илышаку, моему одногруппнику, однокурснику по журфаку. Ему фильм понравился и он показал этот фильм продюсером настоящего времени и те вышли на меня и этот фильм в итоге оказался на current time и я очень этому рад и считаю, что ну как-то я свою позицию выразил, а позиция моя однозначная, я считаю, что все, что происходит там это наистрашнейшее военное преступление и опять-таки кто бы из моих знакомых и близких не придерживался бы и атаки и встречаются к сожалению да люди, которые находятся в неком таком каком-то странном своем заблуждении то, что у той так называемой военной операции есть какие-то причины причины ее вообще как бы каким-то образом замутить и устроить кошмар невероятному количеству людей миллионам людей практически сейчас уже не нельзя конечно сказать но в ту пору еще братскому народу я считаю что мне было важно донести основную мысль key message как выражается маркетинговым языком ключевое сообщение этого фильма ребята не идите воевать ребята не примыкайте к бандитам которые идут убивать насиловать и грабить соседнюю квартиру не идите к своим соседям с ножом в руке вы станете преступниками и от вас отвернутся завтра все и я убежден в этом и я очень надеюсь что те люди которые увидели этот фильм возможно через BBC Кыргызстан а я очень не хочу чтобы Кыргызстан вовлекся как до сих пор я гражданин Кыргызстана я очень бы не хотел чтобы кыргызы ребята зашли на территорию Украины в составе ОДКБ и подняли оружие против украинцев то есть для меня это стало бы ну равносильно некому такому ментальному что ли самоубийству целого народа и я поэтому дал интервью BBC Кыргызстан и свою позицию выразил там и вот это ключевое сообщение надеюсь направил еще и тем молодым ребятам перед которыми завтра может стать выбор возможно я не знаю бреда столько вокруг происходит что особенно там в России сейчас что я не исключаю что завтра вдруг внезапно окажется что под мобилизацию попадут еще и ребята из в Афгызстана в качестве того же члена пресловутого ОДКБ и надеюсь что до какого-то количества людей мой месседж дошел если среди них оказались те кто перед ними стал выбор не идти в военкомат не подписывать повестку и пройти все вот эти тяготы прессинга со стороны и полиции и военных а в той же России я считаю что ну хотя бы какую-то часть командовую толику какого-то маленького своего инпута взноса я надеюсь внес В Алмогатсе у тебя нет ощущения что мы сталкиваемся с каким-то с частичными островками или даже разрастающимся ватным болотом потому что сначала мне казалось что все кого я знаю все с кем я общаюсь против войны потом я стал понимать что это далеко не так потом у меня стало ощущение возникать что вот этих так называемых ватников их много и они просто притаились они затаились они не хотят навлекать на себя гнев там да какой-то может быть даже национального поднимающегося самосознания да то есть казахского но тем не менее они есть и они ничего они ничего не поняли и никуда они на самом деле не делись вот или это все-таки ну преувеличение и все-таки этих настроений мало вот в Казахстане в Алматы у тебя какое ощущение и что ты знаешь про это я могу только говорить о том что я сам лично так скажем наблюдаю и статистики к сожалению у меня такой нет где мы могли бы определить какое-то количество сочувствующих вот это так называемое СВО там растет или уменьшается в Казахстане да из моих скажем общих знакомых в основном я вижу и чувствую поддержку Украине Украине именно но в частности я бывал на каких-то мероприятиях где люди и это в основном преимущественно все-таки русскоязычные представители русскоязычного населения Казахстана а которые все-таки верят в победу России и считают что там все как бы все что происходит это нужно и правильно и могут даже порассуждать на тему вот этого ну там развивать как разгонять каспирологические темы и недавно с одним из моих достаточно близких людей на каком-то в общем-то семейное мероприятие мы достаточно жестко пообщались на эту тему а причиной тому послужился мой вопрос скажи мне пожалуйста есть ли какие-нибудь данные о том что например там потомки Рокфеллера входят в список Forbes 100 богатейших бизнесменов мира и вот какое-то независимое расследование показало их причастность к тому что они каким-то образом пытаются расколоть Россию на отдельные составные части и присоединить себе например Бурятию или Якутию есть такие данные и вместо этого я просто получил шквал оскорблений в свой адрес что я демагог что я ослеплен любовью к Америке что я вообще прозападный и фактически закончилось тем что меня назвали фашистом я считаю что раскол такой в обществе есть и я могу предполагать только конечно я не не осмеливаюсь заявлять об этом потому что у меня нету данных и на мой взгляд вот эта тема внутренней миграции так называемой да русскоязычного населения не желающего интегрироваться в так скажем в казахстанское общество которое все более и более отстраняется ту часть общества которая отстраняется от влияния России и которая все больше и больше хочет говорить на казахском на родном языке и не чувствует при этом никакой никакой ущемленности да там какой-то ущербности что было при Советском Союзе признаемся да вот эта часть населения которая все еще считает что влияет на это все-таки какой-то все еще пока латентный национализм и шовинизм он присутствует уверен в этих людях но я не могу говорить о количестве таких людей но однозначно те люди которые находятся в этой своей внутренней миграции и ждут что рано или поздно все сейчас устаканится Россия победит и здесь будет в любом случае все будут говорить по-русски и здесь рано или поздно в любом случае как бы все даже привыкнуть к тому что Москва будет диктовать а кому там пути разрешить здесь быть таким самостоятельным они завтра обломаются я уверен в том что будет очень сильный облом и они станут перед выбором учить казахский уважать традиции принимать всерьез так скажем этнографию культуру той страны в которой они живут да исторически так получилось что это многонациональная страна это не мононациональная страна но подъем национального самосознания казахов это так скажем неостановимая тенденция имеющая очень мощный так скажем мощную силу роста и никто ни россия ни рокфеллеры никаким образом не повлияют на то что завтра через определенное количество лет я не берусь сказать какое количество лет но здесь все будут говорить по-казахски и преимущественно по-казахски на казахском английском языках и это нормально и я сам мыслен на русском языке я сам продукт этого совка и я считаю что в свое время говоря о травме теперь да есть травма но травма произошла еще на мой взгляд период моего детства а когда в школе в которой я учился в 58 школе да в городе Фрунзе тогда еще она до этого была Чонарыгская средняя школа была сельская школа потом нас присоединили к городу у нас были классы разделены на киргизские и на русские классы в киргизских классах все преподавалось только на киргизском языке и тем кто не мог говорить и писать на киргизском языке было вообще безнадежно ну невозможно было учиться в киргизских классах потому что ты не мог там ты бы не потянул просто да учебный материал а в русских классах отсутствовал такой предмет как киргизский язык его просто не было Я считаю, что это не ошибка. Я считаю, что это такая, скажем, латентная незримая сегрегация, которая в свое время проводилась властями, централизованной, так скажем, властями коммунистической партии Советского Союза, для того, чтобы ассимилировать все эти народности и сделать завтра из всех, так скажем, homo советicus, которые бы мыслили на русском, которые бы, да, номинально в определенные дни наряжали свои на рациональные костюмы и танцевали свои народные пляски, и пели бы пока еще не забытые народные песни, но в целом это была бы одна нация под названием homo советicus. Советский народ, да. И я благодаря настойчивости дедушки и бабушки, которые жили вместе с нами, говорю на кыргызском языке и понимаю кыргызский язык, но я не пишу на нем, к сожалению, великому своему сожалению. Естественно, моя лень пока не позволяет мне сесть и его внимательно сесть и изучить, я в любом случае планирую это сделать, я намерен учить казахский язык, я намерен учить свой родной язык. И когда, например, работал на казах фильме как креативный продюсер, работал с ребятами с так называемыми, тогда еще так и назвали, уралманы, да, то есть ребята казахи эмигрировали из Китая, и они не говорили по-русски. И я с ними разговаривал на кыргызском языке, и мы так переделали сценарий мультфильма, общаясь с ними на кыргызском, а не на казахском языке. И сработало, и я поднял свои, вспомнил кыргызский язык, и сейчас я, например, читаю сценарий на казахском языке, и большую часть, там, 90% текста я прекрасно понимаю. И меня это очень радует, и для меня сейчас как бы неким вызовом, меня пригласили в экспертный совет КЦНПК, я там сижу в отборочной комиссии, и читаю сейчас сценарий, очень много классных сценариев, и вот в частности, там, почти половина сценариев на казахском языке, я их читаю. И иногда я беру переводчик, навожу камеру, он мне там переводит, и он таким образом переводит, что когда я убираю экран и читаю сам, я понимаю, что на самом-то деле, вот здесь смысл, а здесь все искажено. Это невозможно использовать, и я просто, ну, какие-то слова вспоминаю, какие-то слова просто из контекста вот этого поломанного перевода я беру, вставляю, и пазл сходится. Это очень круто. Я считаю, что несмотря на то, что какое-то количество, так скажем, часть населения, да, Казахстана пока все еще находится в этом своем внутреннем протесте и, как он говорит, внутренней миграции, им необходимо перестроить, перестроиться все-таки, им необходимо иначе взглянуть на происходящее вокруг. В тот же самый момент я призываю казахов терпимо относиться к акценту и к смешным каким-то моментам, когда неправильно произносятся какие-то слова. И мне очень нравится, я как-то в каком-то посте в фейсбуке прочитал, ну, увидел фотографию, где написано «Дорогие русские», это вывеска наклеенная на дверь магазина в Украине. Дорогие, ну, там, по-моему, написано это на мове, да, когда вы говорите «на мове», вы не смешные, вы прекрасные, я считаю, что вот такая позиция, когда вы говорите на казахском «вы не смешные», вы прекрасные, она должна поддерживаться и культивироваться. И понятно, с одной стороны, это выход из зоны комфорта для населения, мыслящего на русском языке, тем более взрослые люди, которые там им по 50-60 лет, ну, куда я сейчас, на какие курсы пойду. Им необходимо в любом случае чувствовать, что они здесь члены одной большой семьи, и в этой большой семье иногда нужно попросить на, прошу прощения, на том языке, на котором говорит вся семья, то, что тебе нужно, иначе ты завтра можешь тебе, мол, тебе могут это просто не подать, потому что тебя не поймут. Поэтому я считаю, что, я считаю, что, как бы мы их ни называли, конечно, да, ну, мне бы хотелось бы, чтобы, я верю в то, что та часть людей, которые были убеждены в том, что вот там правда, а здесь пока все еще не врубаются, и если, ну, те люди, которые убеждены в том, что Путин царь, да, а все остальные это вельможи и должны, как бы, отдавать нас за 12 лет, я верю в то, что даже они перестроятся. И, веря в это, я и создал сценарий мультфильма «Ренегат», это как раз та история про то, как журналист расследует убийство таджикской девочки и, оказавшись перед кучей препонну и заслонов со стороны редактора, который увольняет со стороны полиции, и, там, следователи, которые не дают им возможность довести дело до конца, внедряются в группировку «Антифа», да, в Леприде Кажево. Он входит в Москве или в Санкт-Петербург. Да, это Петербург в ближайшем будущем. Это такая, это не фантастика, но вот, потому что даже то, что считалось фантастикой, уже на данный момент происходит, да, антиутопия, да, уже происходит. Это происходит в Санкт-Петербурге, питерский журналист внедряется в группировку «Антифа» для того, чтобы найти убийцу и находит его. И в то же самое время о параллельной сюжетной линии я рассказываю про юного неонациста, который примкнул к бонхедам, так называемым, да, то есть это скинхеды нацисты. Есть скинхеды правильные, не нацисты, есть скинхеды бонхеды. И вот он примыкает к бонам, потому что, я не буду называть там национальность сейчас, но чужаки, приехавшие в его город, в Санкт-Петербург, изнасиловали его подружку, и она покончила жизнь самоубийством. И он, увидев, что полиция ничего при этом не делает, она коррумпирована, и преступники откупились, примыкает к бонхедам. И его приставляют к одной из героинь этого фильма, охранять ее, ее берут заложницы, Атамашу, Антифа, группировки. И в тот момент, когда его же соратники спускаются в подвал для того, чтобы ее изнасиловать, в нем происходит когнитивный диссонанс в очередной раз. И он помогает ей, ну такой маленький спойлер, и он помогает ей сбежать. То есть он вступает в противоборство со своими же товарищами-неонацистами. И примыкает к левым радикалам, к ней, соответственно. Вот, то есть, к чему я это говорю? Я говорю, этот проект, этот фильм Ренегат, он сделан не для того, чтобы говорить, бей фашиста, да, и убивайте, да, без завчиков. Нет, я говорю о том, что враг сидит внутри каждого человека. В каждом человеке есть и расист немножко, и шовиниста немножко, и интернационалиста немножко, да. И в зависимости от того, в какую среду он попадает, в зависимости от того, кто на него влияет, какие он травмы детства получает, какой жизненный опыт он получает, и кто ему больше вещает в уши, зависит, кем он станет в итоге. То есть, в каждом человеке есть и добро, и зло, и баланс добра и зла, а в драматургии это обязательный элемент, да, интеграция в своего антагониста. То есть, каждый главный герой должен стать немножко антагонистом своим, и принять черты и качество антагониста для того, чтобы победить, для того, чтобы вступить в равную схватку с ним. Я считаю, что те ребята, которые, возможно, заблудились, и считают, что их происхождение дает им право на то, чтобы решать судьбы других людей. Я родился в четверг, и поэтому, извините, те, кто в среду и во вторник в расход, такого быть не должно. И я очень надеюсь на то, что с помощью людей культуры, и опять, как Art to Business здесь, да, выходит, да, на первый план, люди культуры, бизнеса и государства должны объединяться для того, чтобы не делать агитски, не делать пропаганду, но делать такие культурные, интересные, популярные, как бы это пошло не звучало, продукты, кассовые продукты, которые бы хотели, хотела смотреть молодежь, хотели бы смотреть подростки, и которые бы влияло на их мировоззрение в том числе. Я против того, чтобы мультипликацию рассматривали исключительно с точки зрения пропаганды и инструмента для того, чтобы формировать металлитет и так далее, да, то есть это взаимо не исключающие вещи, но исключительно только для этого существующие вещи. Поэтому я верю в силу мультипликации, я верю в то, что с подростками нужно разговаривать. Силу искусства. Я верю в силу искусства, да, я уверен в том, что в любом случае очень много появляется интересных кино проектов, и бизнесмены стали видеть и верить в то, что, как бы сказать, эффект черного лебедя, да, такой произошел. Кассу стали снимать неизвестные ребята, о которых раньше никто не знал, и они стали делать очень крутые проекты. Да, некоторые могут говорить, что это невысокое искусство, но я считаю, что если этот продукт несет что-то правильное и что-то человеческое под соусом развлечения и отвлечения, я думаю, что результат будет достигнут. Поэтому я верю и призываю, так скажем, сильных мира сего, находящихся хотя бы на территории Казахстана пока, ну, может быть, кто-то еще и из других республик увидит, то, чтобы мы объединялись и создавали вот эту креативную среду, чтобы наконец-таки эта синергия, art to business состоялась. Сейчас очень модно говорить про креативную индустрию, очень много ивентов проводится на эту тему, это классно. Я знакомлюсь с людьми из государства, структур, которые, вот, их глаза горят, и они хотят это реализовывать. И тут, конечно же, очень важно, чтобы были услышаны эти люди, которые являются практиками, эти люди, которые хорошо разбираются в маркетинге, люди, которые хорошо разбираются в продюсировании, помогли людям творчества и людям из государства лучше понять весь этот инструментарий и совместно реализовать классные проекты, получая доходы по результатам этого проекта, а не в процессе создания его, а еще хуже, до создания этого продукта. Продолжение следует...